Первый экономический форум Европейский Союз и Центральная Азия открыл на права хозяина встречи президент Садыр Джапаров. После приветственного слова он перешёл к одной из главных тем обсуждений – переход климатической экономики. В своей речи глава государства подчеркнул готовность Кыргызстана перейти на зелёные рельсы, а именно сократить выбросы парниковых газов к 30-му году на 44%. В настоящее время доля нашей страны в структуре общемировых выбросов ничтожна. Она составляет всего лишь 0,031%. А природа наших выбросов непромышленная и связана с непосредственной жизнедеятельностью населения. К 2050 году Кыргызстан на платформе зелёного развития постарается достигнуть углеродной нейтральности. Локомотивом этой безуглеродной политики станут возобновляемые источники энергии и в первую очередь гидроэнергетика. Мы намерены поэтапно реализовать проекты по строительству малых и средних гидроэлектростанций целью полного перевода на электроэнергию, промышленные отрасли и сектора жилищно-коммунального хозяйства взамен карбоновых энергоносителей, прежде всего угля и мазута. Другими основными темами форума стали восстановление экономики после COVID-19, вопросы бизнес-среды и цифровизация. Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбовский сообщил, что европейские страны приветствуют местные стратегии Центральной Азии и готовы помочь провести реформы в области цифровизации государственных услуг. Кроме этого, он подчеркнул, что для улучшения инвестиционного климата стран необходимо запустить электронную экономику. Домбровский соотметил, что для устойчивой бизнес-среды важно и желание высших политических игроков. Вчера я посетил флагманский проект ЕС по улучшению таможенной работы. Я очень рад, что Латвия управляет этим проектом, и этот проект должен быть очень здоровым для улучшения взаимодействия на международном уровне. Страны Европейского Союза инвестировали в Центрально-Азиатский регион более 110 миллиардов евро, сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. Это составляет порядка 40% от общего объема прямых иностранных инвестиций, поступивших в регион. У ЛПО символичен тот факт, что форум проходит то время, когда страны Центральной Азии отмечают 30-летие независимости. Прогресс достигнутый нашими странами за последние три десятилетия как с точки зрения развития национальных экономик, так и с точки зрения повышения качества жизни людей поистине большой. Я хотел бы еще раз поблагодарить наших европейских партнеров за неоценимый вклад в этот процесс. По данным ВВП Всемирного банка, за последние 26 лет ВВП стран Центральной Азии вырос в 8 раз до 347 миллиардов долларов. Ожидается, что к 30-му году суммарный ВВП удвоится до 610 миллиардов долларов.